мое почтение я александр михельсон и сегодня на тесте новое поколение ягуар xf последние несколько лет ягуар стремительно расширяет и обновляет модельный ряд недавно я снимал самый компактный седан марки ягуар x и скоро у дилеров появится первый в истории бренда кроссовер и вот новое поколение бизнес-седана ягуар xf прямые и главные конкуренты бмв 5 серии lexus gs и конечно законодатель мод в этом сегменте mercedes е-класса чтобы всерьез бороться с такими грандами за сердца и кошельки покупателей нужны очень серьезные аргументы и одной силы бренда здесь явно недостаточно внешне новое поколение от предыдущего отличается не глобально человек неискушенный в модельном ряду ягуар вряд ли вообще заметит серьезные глобальные какие-то изменения в сравнении с предыдущим поколением дизайн изменился прямо скажем мало тем не менее перед нами именно новое поколение xf новый xf на 75 процентов создан из алюминия причем 50 процентов это алюминий вторичного использования то есть выпитая вами некоторое время назад баночка какой-нибудь колы вполне могла стать частью кузова автомобиля и это здорово это говорит о высочайшем уровне технологии используемых при создании современных игру а также крылатый материал позволил сократить вес автомобиля на 190 килограмм при этом жесткость накручения кузова увеличена на 28 процентов не из алюминия сделаны консоль передней панели здесь использован магниевый сплав из стали двери пол задней части кузова крышка багажника и подрамник благодаря такой комбинации материалов развесовка по осям получилось почти идеальный 50 на 50 главное что безусловно удалось сохранить дизайнерам это вот этот кошачий силуэт короткий багажник длинные скошенный капот правда теперь все седаны ягуар стали очень похожи друг на друга впрочем в компании заявляют что сделано так намеренно ради узнаваемости бренда как ни парадоксально это звучит новый корпоративный дизайн призван добиться безусловной узнаваемости моделей марки и чем меньше они отличаются тем эффективнее решается задача кстати под этот стиль англичане придумали довольно удачный слог по-английски я его воспроизвести не лишусь в водном переводе он означает выглядит так же хорошо как едет в отличие от радиаторной решетки ягуар его фигурка сзади сохранилась и надпись ягуар в известной песне поется что у природы нет плохой погоды если разразиться какой-нибудь ураган катрина мы конечно тест-драйв снимать не будем но в дождь мы программу снимаем поэтому уж извините машина довольно грязная открываем багажник его размер кстати не изменился 540 литров ну а здесь под полом мы видим докатку причем на ярко оранжевом диске для европейского рынка предусмотрен ремкомплект в салоне тоже все узнаваемо по другим седанам марки также здесь есть унифицированные с моделями land rover решение ну например вот этот монитор вообще дизайн вот этой мультимедийной части действительно очень похож на таковые в лендроверах также здесь есть уже фирменная шайба которая появляется при нажатии кнопки старт-стоп и это не что иное как селектор автомата в целом салон xf выглядит спокойно и респектабельно как и положено интерьеру бизнес седана безусловно качественные материалы отделки и спокойные линии никаких деталей нарочито подчеркивающих статус или ценник автомобиля как дорогой классический костюм впрочем без модного аксессуара не обошлось снова заводим автомобиль но смотрите сейчас вот сюда на сопла вентиляции сейчас их нет они прикрыты шторками заводим машину и посмотрите что происходит сначала выезжает шайба потом открываются сопла вентиляции вот для такого вау эффекта для такой фишечки инженеры ягуара приделали вот там и здесь по отдельному электромотору ну и еще один фирменный элемент всех теперь седанов ягуар это вот такая окружающая как говорят про подсветку амбиентная но в данном случае амбиентная вот такая панель которая идет по кругу начинается она с дверей и вот так вот как бы обволакивает водителя это есть и на x и маленьком и на старшим xj не могу не сказать про габариты салона дело в том что автомобиль по размерам изменился не глобально зато салон стал заметно больше и вот весь этот размер был отдан задним пассажирам именно на заднем диване ощущается что машина по салону действительно стало больше и это еще раз подчеркивает новый xf позиционируется именно как бизнес седан теперь переводим шайбу автомата в положение d то есть драйв и поехали посмотрим что представляет из себя бизнес седан ягуар xf на ходу под капотом тестовые модели установлен двигатель бензиновый двухлитровый мощностью 240 лошадиных сил кроме этого двигателя есть еще более скромный экономичный двухлитровый турбодизель мощностью 180 лошадиных сил работающий в альянсе с восьмиступенчатым автоматом zf впрочем на все автомобили для российского рынка устанавливается только такая коробка передач для европейского рынка предусмотрена механика хотя не совсем представляю как можно ставить механическую коробку называемую в народе мешалкой на такой автомобиль мне на дизельной версии проехать не удалось но коллеги утверждают что при средней динамике расход топлива составляет четыре с половиной литра на сто километров на вершине российской гаммы бензиновый трехлитровый компрессорный двигатель так называемый супер чардж с двумя вариантами форсировки 340 и 380 лошадиных сил версии с мне удалось прокатиться на автомобиле с таким мотором и я вам скажу что это реально впечатляющий двигатель правда и стоит такое удовольствие по нынешним временам очень приличных денег но о ценах в конце программы теперь же вернемся к тестовому автомобилю с 240-сильным бензиновым мотором динамики двигателя мощности двигателя хватает особенно для города с избытком я действительно считаю мощность таких моторов для города избыточной он я не знаю может быть какие-нибудь 30 или 40 процентов своей мощности в действительности использует чтобы вот как-то передвигаться в городских условиях но запас вот этой мощности приятной под педалью газу всегда ощущается поэтому если вы захотите поучаствовать в светофорных гонках то пожалуйста в волкам это у вас получится и в большинстве ситуаций вы выйдете победителем кроме того здесь еще есть и подрулевые лепестки которые делают автомобиль еще динамичнее при желании с эргономикой водительского места полный порядок но рослому мужчине за рулем может показаться тесно хотя в действительности воздуха по всем направлениям достаточно создатели автомобиля очевидно стремились придать посадке ощущение спортивного кокпита высокий центральный тоннель окружающая панель сильно наклоненные стойки и боковые стекла заваленные под большим углом по направлению крыши все это действительно создает обволакивающее ощущение спортивного стесненного пространства но в действительности это скорее оптическая иллюзия понравились сиденья видимо они очень здорово подходят именно вот под мою комплекцию нигде ничего не давит нигде ничего не жмет и при этом вот эта боковая поддержка ощущается очень четко держат тебя кресло в крутых поворотах хорошо подвеска по сравнению с предыдущей версией не изменилась конструктивно но ее настройки заметно поменялись очевидно желание инженеров добиться максимального баланса между комфортом и управляемостью руль стал легче но его информативность и точность остались на прежнем высоком уровне подвеску xf никак не могу назвать мягкой она заточена на драйв она заточена на отличную управляемость и поэтому очевидно не любит плохих дорог особенно разных размеров стыков на асфальте но зубодробильной жесткости здесь конечно нет по моим впечатлениям новый xf стал заметно комфортнее улучшилась шумоизоляция в подвеске появилась сочность свойственная например моделям бмв в общем очевидно движение в сторону бизнес аудитории при этом xf безусловно сохранил азартную управляемость спортивность без которой сложно представить модели ягуар никак я не могу привыкнуть к этой системе старт-стоп но на ягуаре она работает довольно корректно по крайней мере машина заводится легко и с очень маленькой паузой и тем не менее останавливаешься и вдруг полная тишина в салоне машина заглохла отпускаешь завелась поехала и происходит это очень очень быстро теперь традиционно комплектации и цены в базе дизельная версия стоит 2 миллиона восемьсот десять тысяч рублей дизель с полным приводом стоит от 3 миллионов двухсот тридцати 6 тысяч рублей начальная цена модели с двигателем мощностью 240 лошадиных сил именно такой мотор под капотом тестового автомобиля три миллиона двадцать восемь тысяч рублей трехлитровая модификация мощностью триста сорок лошадей которая представлена только с полным приводом стоит 3 миллиона девятьсот тысяч и наконец 380 сильная версия с ее начальная цена 4 миллиона четыреста девяносто пять тысяч рублей если попытаться подытожить мои впечатления от ягуара xf то в сравнении с предыдущим поколением он безусловно мне понравился больше и это действительно новый автомобиль это новая платформа а вообще это эстетский стильный седан на которые обращают внимание очевидно его провожают взглядами и автомобиль который не любит плохие дороги автомобиль которому нравится ездить по хорошим дорогам быстро динамично и вот тогда он проявляется во всей своей красе и еще один нюанс теперь сзади здесь действительно много места теперь этот автомобиль можно довольно уверенно называть в том числе и бизнес седаном теперь он не только по габаритам внешним но и по размеру салона и повторюсь на заднем диване в том числе под этот под этот сегмент в этот сегмент попадает вот таким получился новый ягуар xf на этом я с вами прощаюсь смотрите мои тест-драйвы лайф обзоры и автоблоги на сайте михельсон тв на канале в ютюбе подписывайтесь последнее время выходит много свежего видео и подписчики получают об этом информацию в первую очередь также вам буду благодарен исключительно за всяческие лайки и плюсики которые это видео продвигают но ставьте их традиционно только тогда когда программа вам действительно понравилась или было полезно ну это же традиционно удачи на дорогах счастливо